13.06 в Кирове, программа особое мнение начинается. Яна Лапшина, еще раз приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостям нашей студии. А в гостях у нас Константин Сичихин, член общественного совета при федеральном дорожном агентстве, Росавтодор, так его еще называют, и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Вот так, Константин, добрый день. Добрый, добрый. Добрый день. И понимаете, только по той причине, что нам до, где-то в четверг пришел список, список улиц, которые будут убираться в городе 22, 23, 24. То есть в пятницу, субботу и воскресенье. Да, в пятницу, субботу и воскресенье. И мы решили как раз проверить. Мы, во-первых, съездили в пятницу с Багир Багировичем Шариковым, посмотрели там, у нас по списку была улица Хлебозаводская, мы посмотрели, да, ее убирали. Потом была улица Мопра, тоже должны были в пятницу убирать, но технику там не заметили, не увидели. А сугроб заметили? А сугроб, конечно, заметили, да. Вот. Но при этом мы заметили улица Московская, которая отсутствовала во всех списках, она больно, ну, она прибиралась. Улица Московская на каком ее участке? Да, практически от Театральной площади до Вечного Огня. В сторону реки. Да, ее готовили к 23 февраля, к мероприятию. Поэтому ее решили до того вычистить, что она практически сейчас, все ходили по улице Московская в районе Вечного Огня, она там идеально чистая. То есть там можно на шпильках ходить, да? Да, там можно не только на шпильках, там и в тапочках, наверное, можно сходить, но суть в том, что вот так должен быть весь город, а не только одна улица Московская в празднику 23 февраля. Почаще бы у нас, каждый день бы, наверное, праздники были, было бы так замечательно. Так, улица, улица Мопра, там бы не заметили. И в понедельник, в понедельник, спустя праздничные дни, спустя воскресенье, мы решили все-таки проверить, насколько тот список, который нам предоставили, он был актуальный, и эти улицы прибрали, не прибрали. Поэтому мы выехали, опять же, посмотрели участки основные, оживленные, это вот как раз улица Свободы и улицы Мопра, по крайней мере, улица Труда, улица Карла Либнихта. Участками, не скажу, что все, на всей протяженности участками. То есть это то, что называют у нас второстепенными улицами? Да, они второстепенными улицами, но при этом на них, да, на них не ездит общественный транспорт, но примерно поток движения, особенно по улице Карла Либнихта и по улице Свободы. Да, и по Попра, и по Свободы, и по Труда ездят машины. Приличный поток автотранспорта идет, да, и вот поэтому мы решили съездить и позвали на это мероприятие сотрудников ГИБДД, чтобы они сразу это все зафиксировали, измерили измерительными приборами специализированными, те, которые поверены, имеют свои номера, и составили акт, акт проверки. Я видела в интернете, на ютюбе размещено как раз вот фрагменты видео, по-моему, у вас в фейсбуке, да, Константин, ссылка есть на этот фрагмент, там просто видно, как полицейские вот с какими-то линейками, какими-то приспособлениями раскладывают, значит, их на сугробы, замеряют глубину колеи, высоту вот этого вот снежного, значит, я даже не знаю, как его назвать, вот это вот снежное, то, что идет посередине между колесами, да, то, что начинает двигаться машина. Это, они измеряли колейность на данный момент, насколько снег, они смотрели, насколько валы снежные больше-меньше, все в нормативной нормативе. Насколько сужена проезжая часть. И все, что с этим связано, да, и при этом также мы посмотрели тротуары, которые не очищаются, да, почему-то не очищаются, особенно в районе улицы Мопра, особенно по улице Карла Либнихта. Местами практически тротуары не очищаются, там, с улицы Профсоюзной, вот, в районе, там, и детского сада, там, такие валы уже снега, что просто-напросто, там, ну, за всю зиму, наверное, ни разу техники не было. А жалобы были, вот недавно на комиссии городской думы были жалобы, что не могут машины даже подъехать к детским садикам, машины с продуктами, уж что говорить об оперативных службах. Очень много жалоб, если мы возьмем все социальные сети, не говоря уж те жалобы, которые приходят в администрацию, их там можно уже, наверное, соизмерять, там, не только сотнями, но и тысячами. Я прошу прощения, я вот видела этот фрагмент, выложенный у вас, да, в интернете, и не поняла только одного. Если с улицы Мопра собирались вывозить снег, то почему на улице Мопра через три дня после того, как оттуда должны были вывезти снег, полицейский замеряет глубину колеи? Какая там колея? Ну, это значит, снег просто не вывозился, это значит, снег не вывозился, улица не убирается в надлежащем состоянии. И тот список, который был предоставлен дирекцией дорожного хозяйства, он оказался просто недостоверным, если проще сказать. И что вы сделали? Ну, мы совместно, опять же, с сотрудниками ГИБДД это все сейчас зафиксировали. Сейчас будет составлен, ими составлен акт данной проверки, можно так сказать. Вот, и выставлено предписание администрации города, а именно дирекции дорожного хозяйства, на проведение данного участка автодорога, улицы, в надлежащее состояние, как это требуется, всеми нормативами. Так, ну, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в следующем. Администрация опубликовала довольно длинный список улиц, которые должны были быть очищены. Вы на всех, наверное, не побывали, везде не зафиксировали. Ну, конечно, мы все не успели побывать. Ну, знаешь, что Октябрьский проспект убирался в выходные, там улица, опять же, Хлебозаводская убиралась. Нет, нет, я не скажу, что там полностью ни одна улица не убиралась. Можем процентное соотношение назвать? Сколько было выполнено из списка? Нет, я не могу такую цифру только сказать, так как не на всех участках было, и не все участки из этого списка проверил. Сейчас дословно говорить о процентном соотношении, это очень хорошо. Не готово пока. Да, я не готов эти цифры сказать, но могу только сказать одно, что если предоставляется список улиц, и этот список улиц запланирован, так будьте любезны эти улицы убрать. Почему-то получается так, что у нас в каким-то вручном режиме идут какие-то приоритетные улицы, убираются, какие-то не убираются, а та информация, которая предоставляется общественности, она в итоге получается липой. Просто-напросто, да, и это очень-очень неправильно. Это показывает то отношение к общественности, к общественным активистам, к рабочей группе, отношение со стороны дирекции дорожного хозяйства, со стороны администрации. Оно на сегодняшний день, как видите, очень плачевное. Я ведь недаром спросила про процент, я хотела понять, это все-таки системная какая-то проблема или это разовая история. Я помню, как очень давно Павел Васильевич Кошкин нам рассказывал, когда еще руководил уборкой дорога снега, с чем сталкивается город в отношении подрядчиков, да, небольших, некрупных подрядчиков. Когда у подрядчика ломается трактор, когда у него заболевает тракторист и прочее. То есть вот эта проблема, она какая-то такая курс-мажорная или это системная работа, пока непонятно. Не, на мой взгляд, это все системное. Это все системное, это все просто кому-то как-то вечером захотелось почистить другую улицу, да, и вся техника... Или, может, попросили. Или попросили, да, и вся техника резко перебрасывается с одной улицы на другую, да, и в итоге кто-то остается просто не почищен. Ну, какая-то улица просто остается не почищена, да. А кому-то повезло. Да, кому-то повезло, кто-то живет на улице Московской, в любой праздник, кому-то везет, наверное. Там не очень много жилых домов, я вот сейчас вспоминаю, я понимаю, что там не очень много жилых домов. Да, там очень небольшая численность этих жилых домов, но ее активно и успешно, во-первых, ей перемещали автомобили, там порядка двух эвакуаторов работало в пятницу, да. То есть не мешает перемещать автомобили. Не мешает. Нет, сейчас же, вот, точную цифру не знаю, ну, как со слов ГИБДД, опять город отторговал небольшой аукцион. На 95 машин, по-моему. Да, ну, там перемещение 95 машин. Да, ну, там перемещение 95 машин, там порядка, что-то говорят, 100 тысяч рублей отторговали, да. Вот, так я думаю, что как раз практически весь аукцион ушел на улицу Московской, и там еще за выходные все машины уже переместили, которые можно было, и все. Я не думаю, что уже в ближайшее время что-то еще перемещать будут. Константин Сичихин, в нашей студии напоминает член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Такой еще вопрос, Константин. Это проверка рабочей группы была разовой. То есть мы понимаем, что сейчас весна, мы видим, что творится на улицах, вот эти вот завалы снежные, которые, если из города не вывезут, то город смоет. Если будет резкое потепление, ну, вот мое такое ощущение. Я с вами согласен. Вы в следующий понедельник поедете с проверкой, с инспекцией или как-то по-другому будете? Нет, мы постараемся сейчас в последнее время увеличить данные выезды, да. Сотрудники ИВДД не отказываются. Готовы с вами ездить. Готовы с нами ездить, мы их будем привлекать к этим выездам, да. Получится это в следующий понедельник, значит, в следующий понедельник съездим, посмотрим, предоставят ли нам в ближайшее время опять список улиц, на который именно список улиц мы запрашивали не где будет убираться, а где будет осуществляться снеговывозка. Вывозка снега. Вот, предоставят ли нам этот список опять ближе к выходным по снеговывозке, да. И от этого будем уже исходить. Если этот список будет, актуальный список, постараемся опять ближе к выходным посмотреть и в следующий понедельник, либо во вторник проехать по тем улицам, согласно этому списку, если он будет. Вот, постараемся увеличить рейды по мере возможности, одним словом. Да, нас как бы не было, нас было не слышно, но вот здесь мы активизировались. Я думаю, что в ближайшее время рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог будет еще больше присутствовать и в нашем эфире в публичном пространстве, потому что впереди весна, ямочный ремонт дорог и очень много всего другого. Впереди очень много всего интересного, потому что у нас и БК, и национальный проект, и содержание уличной дорожной сети. Мы сейчас про дороги еще, Константин, поговорим. Оговорятся, деньги потратили уже. Да, сейчас у нас перерыв, полминутки мы вернемся. Константин Сичихин в нашей студии, это рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог и член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Росавтодория. Мы продолжаем еще немножко про дороги. Впереди ямочный ремонт, что будет делать рабочая группа? Он уже сейчас, нам сказали, начинается потихоньку. Нет, я думаю, он и заканчивался все равно. То есть он сегодня останавливался? Да, он в зимний период времени все равно, у нас ямочный ремонт был, и он осуществлялся в городе Кирея, пусть даже не в таком большом количестве, да. Так как все-таки, благодаря федеральной программе, город более-менее преображается в уличной дорожной сети. Безопасные качественные дороги. Да, и на сегодняшний день в нормативном состоянии все больше и больше дорог. Вопрос даже не к ямочному ремонту, понятно, что ямочный ремонт. Вопрос, а не уплывем мы с вами? Дороги, отремонтированные в прошлом году. Да, не уплывут ли дороги, во-первых, да, по весне, потому что от этого количества снега, который у нас лежит, если будет сильная подтайка, теплая температура, то мы можем моментально не увидеть половину, ну не половину, но какое-то процентное соотношение тех новых дорог, которые были отремонтированы в том и позатом году, да. Вот, потому что ливневая канализация у нас осталась в том же состоянии, а может и хуже, да, какие были и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м годах. Константин, это какой-то бесконечный процесс. А это, конечно. Сначала мы ремонтируем дороги, потом мы не вывозим снег, потому что на это нет денег, потом снег тает, мы снова ремонтируем дороги, потом мы снова не вывозим снег. Ну, так это, знаете, как бы замкнутая цепочка. Ну, кто-то же должен точку поставить вообще в этой истории. Ну, в эту точку должен поставить тот, кто руководит городом, да. По крайней мере, я считаю, что от этого человека должно много чего зависеть на сегодняшний день и в данной цепочке всего происходящего, да. Только по той причине, что от руководства города зависит вся дальнейшая ситуация. Если мы не вывозим снег, значит, в чем-то есть большие проблемы в какой-то системе, да. Если у нас разрушаются дороги, значит, в этом тоже есть какая-то проблема. Либо это отсутствует качество выполнения работ, либо у нас ненадлежащая канализация, ливневая канализация и все, что не связано, да. Мы же с вами не раз этот вопрос уже обсуждали и приходили к общему знаменателю и в студии, и в общественной палате, да. Что всегда в чем-то присутствует какая-то системная, либо системная ошибка, либо ошибка кого-то на сегодняшний день, да. И я не думаю, что у нас так часто меняются, по какой-то, знаете, причине меняются руководители Дирекции Дорожных Хозяйств, да. А вот сейчас мы к этому вопросу подойдем. Вы ведь читали наверняка интервью Альберта Кутова, да, который ушел по своего поста. Альберт Валентинович, как конструктивный человек, да, как он говорил, я люблю, когда со мной по конструктиву общаются и какие-то предложения предлагают. Это опять со слов Альберта Валентиновича, да. А с другой стороны он взял и ушел. Да, и тот человек, который должен, по вашим словам, поставить точку, то есть глава администрации Илья Шургин сказал, ушел, потому что не справился. Ну, как бы... Что Альберта Кутова удивило. Да, что... Как вам выяснили. Ну, вопрос, конечно, не мне решать там, справился он, не справился на сегодняшний день. Но, по крайней мере, как специалист, на мой взгляд, Альберт Валентинович был достойным специалистом по сравнению даже с теми руководителем, которые до него были. Да, он неплохо понимал в отрасли, неплохо понимал в той ситуации, которая происходит в городе, да. И в тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся неоднократно в дорожной инфраструктуре, в содержании и все, что с ним связано. Те проблемы, о которых он говорил у нас в эфире. Проблема в том, что контракт, вот этот контракт, про который мы говорили, который на 20 месяцев, про который нам очень много хорошего рассказывали в администрации, что, дескать, один подрядчик, которого мы будем контролировать, это вот очень хорошо, ну, мы все увидели, как это хорошо, это зимой, да. Этот контракт заложен, по словам Альберта Гудного, слишком небольшой объем снега в него был заложен, и мы этот объем фактически выберем за эту зиму. А контракт на 20 месяцев. Вот давайте так, маленько разделим некоторые моменты. Есть контракт на 20 месяцев, есть один подрядчик на сегодняшний день, да. Почему-то мы все начинаем сравнивать там с многоподрядчиками, что у нас там один, второй, третий, четвертый, пятый. У нас есть один подрядчик. А у него субподрядчик. А у него субподрядчик. Так, по сути, он и должен разбираться со своим субподрядчиком. Не нравится расторгать контракты и дальше идти работать, да. Константин, ну разбираемся-то мы, вы две жители города. Да, разбираемся мы и страдаем мы на сегодняшний день. Я думаю, что, может быть, ГДМС что-то там и разбирается, но мы этого не видим. Вот даже если мы берем с вами улицу Мопро, где мы были, да, так и на субподрядчик ДМС, компания из Татарстана, да. И в пятницу, когда мы проезжали по городу, я что-то не наблюдал успешной работы этой компании. А улица Мопро, это их зона ответственности? Это их зона ответственности. У них совсем все, весь центр, все второстепенные улицы в центре города. Это там и улица Свободы, улица Володарского. Ну, практически весь центр второстепенных улиц в старом центре города. Это относится к данной компании. И мы с вами очень сильно наблюдаем, что наши второстепенные улицы находятся в удручающем состоянии, да. Так я понять не могу до сих пор, почему ГДМС, эта компания, не расторгает контракт, да. Это раз, только по той причине, что, ну, они не выполняют на лежащем уровне, на лежащем состоянии. Это те требования, которые, во-первых, прописаны в контракте, да. Если мы с вами говорим про объем снега, который, так мы, поймите, этими цифрами апеллировать легко. Можно говорить и 500 тысяч, и миллион кубов, и полтора миллиона кубов, когда у нас нет надлежащего контроля за вывозом снега, а это мы наблюдаем ежегодно, и система, она не меняется, а это мы уже подтверждали и в 17-м, и в 18-м годах, вот, что, а система, она никак не поменялась. У нас не появилось ни весового контроля, у нас не появилась система измерения какая-то либо. Почему? А потому что кому-то выгодно измерять в том состоянии, в котором есть. Когда можно... На глазок, получается. На глазок. Когда на глазок можно рисовать цифры, и каждый, там, понедельник или каждую пятницу отчитываться большими-большими цифрами, что мы вывезли столько много снега, да. А по факту тот контроль... Если вы столько вывезли, почему его на улицах-то меньше не становится? Вот, и еще. Еще у нас сейчас говорят о том, что у нас почему-то снега много стало в этом году, да. Но вот я наблюдаю, что его больше не было. Его не стало больше, чем его было в том году, например. Нет, на самом деле в этом году, конечно, зима более снежная. Мы это видим по своим теплицам на даче, я прошу прощения, да, которые приходится ездить и грибать. Но, тем не менее, можно было справиться. Я вот таких куч возле здания правительства, простите за слово кучей, не видела вообще никогда. Никогда. Я согласен с вами, что это первый раз за столько-за столько много лет, когда мы видим, что здание, центральное здание области, да, не очищается в том виде, в котором оно сейчас происходит. Это те кучи, которые есть. Раньше хоть вывозили, как-то старались. Парковки заваленные, почистили вчера крышу соседнего дома, до сих пор не убрано. Ну как так? Ну, вот это, опять же, есть какая-то системная ошибка, где-то она есть. Вот я не понимаю, Константин, что это за ошибка? То есть нам администрация города, отчитываясь, говорит о том, что какие-то подрядчики и субподрядчики были оштрафованы на какие-то, там, не знаю, сотни тысяч рублей. Нам Альберт Гуднов говорит, что работа по очистке и вывозу снега из города, это не самая выгодная работа, и там, дай бог, если в ноль выйдут, ну, может быть, с небольшой времени сработают. Он прав в данной ситуации. У подрядчиков еще и штрафы, значит, из этой их небольшой прибыли вычитается. Так не проще ли тогда делать это все быстро-быстро, и все-таки, что-то тебя штрафом не наказывают? Альберт Валентинович, я же еще раз говорю, он специалист своего дела, и он был прав в плане того, что на сегодняшний день содержание уличной дорожной сети, это не говорит о том, что ты получишь большую прибыль компания. Содержание, да, содержание это всегда для строительных компаний, которые работают в дорожной сети. Это всегда, во-первых, а, это переждать зимний период времени, отсидеться, как говорят, до нового сезона строительства, дорог, либо реконструкции, да. Либо это как-то более-менее перевести свои концы с концами, да. Это не говорит о том, что на бюджете региона, там, региона, города Кирова, еще каким-то образом заработать бословсловные денежные средства, да. Вот. И в данной-то ситуации, да, если наша подрядная организация, которая зашла на контракт, там, ГДМС, посчитала все выгодно, да, посчитала свои силы, расположилась на все, так, извините, идите и делайте. Прибирайте город в том состоянии, в котором он должен быть, да. А почему-то мы начинаем говорить, что у нас там цифры не те, посчитали неправильно, кто-то начинает реветь по этому поводу. Я как знаю, что очень сильно ревет по этому поводу компания из Татарстана, которая зашла на рынок, да. Они не готовы были к тому, что в Кирове много снега? Я совсем считаю, что они не готовы были совсем к той работе, которая на них свалилась, да. А зачем тогда сюда пришли? Нас просить их, по крайней мере, я с удовольствием, почему-то они не приходят ни на общественную палату, ни на рабочую группу. То есть на заседаниях рабочих групп их тоже не было. Да, их никогда нету, их не видно, не слышно, вижу, только по городу ездят, мусор собирают, собачков, вот и все, что, вся их основная работа на сегодняшний день. А улицу Мопор не чистят? А улицу Мопор, да не только улицу Мопор, совсем не чистят. Зачем приходить сюда и говорить о том, что вы тут все сделаете, да. Константин, напомните, пожалуйста, у нашего генерального основного подрядчика ГДМС есть полномочия с теми субподрядчиками, которые его не устраивают, расторгнуть отношения? Конечно, есть полномочия и в одностороннем порядке, и в любом случае они имеют право... А субподрядчик, который недоволен условиями или не готов по разным причинам дальше работать, может выйти из подряда или нет? Конечно, он тоже имеет право претензионными требованиями расторгнуть договор, если с ним согласны, готовый расторгнуть договор. Просто, как они недовольны? Они перед тем, как заходить на контракт, они изучали контракт, правильно? Это не такая бумажка, которая завернута в конверте, ее до подписания нельзя прочитать. Ты заранее все изучаешь, ты заранее изучаешь ситуацию, которая будет, да. Ты примерно должен понимать, куда ты заходишь, на какой рынок и как ты будешь работать в этом рынке. А когда нам сейчас начинают говорить, да мы не знали, да мы не думали, да даже это же предприятие ГДМС, оно... Ужас такие у вас в Кирове узкие улицы. Они годами прибирают город Киров, да, и годами вывозят снег из города Кирова, и не первый год уже. И сейчас говорить о каких-то таких подводных камнях, о которых они даже не думали, да это просто вранье. Это просто они таким самым пытаются уйти от ответственности, от той ответственности, которая на них лежит по контракту на сегодняшний день. А это именно приведение города, содержание города в нормативное состояние. Конечно, мы сейчас с вами дождем весну, и у нас все растает, и того снега, которого не будет, да, ну так контракта на 20 месяцев. И опять же, эта же компания ГДМС в следующую зиму будет прибирать наши улицы. Я прошу меня еще пояснить, Константин, вот какой момент. В интервью Альберта Гуднова насторожил меня все-таки его рассказ о том, что мы выбрали значительное количество из того объема снега, который можно вывезти из Кирова в рамках контракта. А мы каждый год выбирали. И что было? Это отыгрывали дополнительный контракт на сэкономленные денежные средства под конец года, и все. Сэкономленные денежные средства, это денежные средства на штрафах полученные? Ну, это понимаете, не только сэкономленные, это и дополнительное финансирование из бюджета там регионального, либо администрации города, да, это всегда так было. А не проще ли сразу нормальный контракт разыграть с нормальными заложенными цифрами? А вот еще раз перейдем к тому, что у нас нет нормального контроля за вывозом этого снега, да, и мы с вами хоть миллион кубов можем в этот контракт вписывать, и этот миллион кубов его опять не хватит, да, и опять оплачиваете. И опять нам скажут, что на сегодняшний день снега выпало намного больше, потому что я уже третий год, вот мы занимаемся общественным контролем, да, и третий год я слышал одно и то же, что снега с каждым годом становится все больше и больше, денег на все не хватает, А систему контроля вывозки снега, да, и систему учета этого вывозки снега никто менять не собирается. А почему? Значит, кому-то это выгодно. Кто-то заинтересован? Кто-то в этом заинтересован, потому что давайте не будем забывать, что у нас основной полигон находится под спецавтохозяйством, да, у нас основной из субподрядчиков под ГДМС находится спецавтохозяйством. Это доводы только, да, плюс к этому ГДМС у нас основной из тех, кто тоже снег вывозит, под которым тоже есть места складирования снега, и которые тоже не оборудованы нормальным контролем, который сидит дяденька какой-то там, как мы в том году выявляли, и записывает эти машинки, сколько машин приехало, сколько выехало, да, так это что за контроль-то? Мы сейчас с Константином Сечихиным вернемся после небольшой рекламы, я его спрошу, есть ли какие-то положительные примеры в других регионах России контроля над уборкой снега, вывозом и объемом. Продолжаем с Константином Сечихиным программу «Особое мнение», и до перерыва я Константина спросила, есть ли какие-то положительные примеры в России замеров уровня вывозимого снега, ну то есть шел стопни на глазок, я не знаю, может в Кировской области это тоже использовалось когда-то? Да нет, в основном, нет, конечно, примеры есть. Но не на весах же его взвешивают. Да почему не на весах-то? Почему нельзя снег взвешивать на весах? У нас мусор взвешивают на весах, у нас много песок взвешивают на весах, у нас там, не знаю, на карьерах взвешивают на весах, зерно взвешивают на весах, потому что есть, извините, формулы высчитываются. Потому что есть весы. Потому что есть весы, которые могут высчитать, например, пустая машина, полная машина. Можно поставить затоннаж. Зачем? Мы пытаемся все взвешивать в кубах, которые непонятно каким образом высчитываются. Кузов весы сначала замеряется рулеткой, как нам раньше рассказывали, составляется акт. И потом эта машина... По математической формуле обсчитывается. Да, обсчитывается. А сидит дяденька в буточке на место складирования снега, на полигоне, и записывает. Этот дяденька, никто же его не проверяет, сколько он машинок записал. Он может рейсов и 10 записать, может и 20 рейсов записать. И эти все цифры... Все на совести дяденьки. На совести дяденьки. А потом эти все на совести дирекции, даже на хозяйство, которое выплачивает за это денежку. И в данной ситуации, плюс у нас никто не отменяет систему GPS-мониторинга. Тем самым можно проследить, сколько раз машина съездила, там, 10-5. А у нас большинство транспорта этого GPS просто отсутствует, да, которое работает на субподряде. Вот. И в данной ситуации... Давайте мы начнем в следующий год с хорошей системы контроля за вывозом снега. Тогда мы с вами будем верить в те цифры, которые будут нам предоставлять. Сейчас я лично ни одной цифры не верю. Ни одной. Без разницы, хоть там, хоть 400 тысяч, хоть 500 тысяч. Не верю. И все. Ни одному из субподрядчиков? Ни одному из субподрядчиков. Ни главному субподрядчику. Ни главному подрядчику. Да, потому что нет системы контроля со стороны дирекции дорожного хозяйства. Кому верить-то? Когда они сами себе будут приписывать цифры. И, извините, мы уже доказывали этот момент. Было возбуждено уголовное дело в этом субподрядчике в 2017 году по этому поводу. И на сегодняшний день, если уж глубоко покопаться, я тоже думаю, можно следственным органам что-нибудь там накопать. Ну, следственные органы пока особо не интересуются, а жалобы, я так понимаю, не особо много. Тут вопрос может интересуется. Может интересуется. Увидимся в ближайшее время. Хорошо. Тему дорог на этом, наверное, мы закроем, потому что времени у нас остается все меньше и меньше до конца программы. Еще одна тема важная, та, которая у нас также, как дороги, присутствует практически в каждой программе, тема мусора. Накануне прошла встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с организаторами, с участниками митинга против мусорной реформы, как его сами окрестили, который прошел в минувшее воскресенье. Ну, и, собственно говоря, там несколько вопросов поднималось и про инвест-программу, и про мусоросортировку, и про пересмотры норм потребления отходов, и пересчет тарифа. Вот эти вот все вещи, это все содержалось в резолюции митинга. Я знаю, Константин, что вы там не были, но мнение свое у вас по этому поводу есть. Ну, на митинг, честно, собирался, но не получилось, да, сходить. Ну, по крайней мере, хорошо, что у нас люди есть, есть люди активные, которые готовы высказываться даже в виде митинга по этому поводу, которые не отмалчиваются, не сидят дома на диване и не пишут свои комменты в интернете, да, а идут и высказывают свою позицию на каких-то открытых площадках, да, пусть даже в виде митинга. Вот смотрите, по результату. Там одним из пунктов резолюции было, вот, ну, то, что важно, да, то, что обсуждалось у нас на момент принятия новой схемы, там, системы оплаты, предлагали провести в Кировской области референдум о способе оплаты. Я так понимаю, речь идет квадратный метр или человек. Референдума не будет. Ну, сейчас, на сегодняшний день, уже поздно этим вопросом заниматься по поводу референдума, так как программа работает, реформа заработала, квитанции выставляются, да, и референдум в данной ситуации уже просто поздно, да, надо этим было заниматься еще в семнадцатом, в восемнадцатом. Погодите, нам рассказывают все, что можно еще пересмотреть. Что можно пересмотреть? Ну, мы можем на следующий год, наверное, изменить, не размер тарифа, а форму. Мы можем изменить форму на сегодняшний день, да, но мы с вами не можем пересматривать ту позицию, которая есть и со стороны правительства области, и со стороны министерства, да. Вот, она потому что утверждена уже актами, и в данной ситуации мы с вами платим в рамках той позиции, ну, той прописанной позиции, которая есть. Это мы платим с вами сейчас за квадратный метр, если взять. В Кирове и в Кирове-Чепетске. И в Кирове-Чепетске, да. По сути, референдум проводить, ну, а будет вот этого толка-то какой-то? Я не знаю, мне было бы интересно все-таки понять, насколько опросы общественного мнения проводимых в специальных сетях соответствуют реальной ситуации. Так это реальная ситуация на сегодняшний день, и реальный человек, если говорит, что он хочет платить за человека, а не за квадратный метр, значит, я сто процентов уверен, что референдум, даже если он и был бы, да, то там процентов бы восемьдесят, это было бы с человеком. Ни власти, ни рекоператор не заинтересованы в проведении референдума, поэтому его не будет. Конечно, они не заинтересованы, не заинтересованы на сегодняшний день что-либо менять. То направление, которое они выбрали, это значит, получается, они сами подтвердят, что их направление было выбрано неправильно, а что они на сегодняшний день пытаются всеми силами отпираться и говорить, что мы выбрали правильную позицию, и область в правильной позиции идет, а именно город Киров платит с квадратного метра, да. Но при этом мы с вами слышим федеральную повестку на сегодняшний момент. И мы видим другие регионы, которые пересматривают решения. Только мы видим другие регионы. Мы слышим с вами федеральную повестку, где четко говорится о том, что, блин, ребята, давайте пересматривать, пересматривать не с квадратного метра, а с человека, да. Но там еще и говорится про фактические объемы вывезенного мусора. Конечно. И вот знаете, на мой взгляд кажется, что вся эта активность в рамках этого митинга, это, конечно, хорошо, но на данный момент она не настолько будет результативна, сколько будет результативна вектор федеральный на сегодняшний момент, да, который идет с теми посылами, которые говорят о том, что надо все-таки внедрять раздельный сбор мусора, надо все-таки заниматься по факту оплачивать, да, а не так, как на сегодняшний день, да, и заниматься строительством мусоросортировочных заводов, каких-то сортировочных станций, да, но что в Кировской области этого нет. Ну, обещают, обещают, причем в ближайшем будущем, чуть ли там не в 20-м, 21-м году. Опять же, вот опять же, хочу сказать, обещают, да, обещают проектирование, обещают, что... На этом году, впрочем, уже выделено 12 миллионов, а на следующие... Выделят федеральные денежные средства на мусоросортировки, да, а когда их построят, а когда их ведут в эксплуатацию, никто не забывает, что это как минимум потратится на это еще год, да. А когда людей приучат сортировку? Когда людей приучат к этому ко всему, это еще годы 3-4. В итоге у нас реформа закончится, а мы с вами будем жить, как живем на сегодняшний день, да. А кто-то будет просто-напросто обогащаться за счет, опять же, граждан, за счет того выбранного вектора, который на сегодняшний день выбран. То есть я правильно понимаю, пока из Москвы по шапке не прилетит, что называется, ничего меняться не будет? А вы правильно понимаете, да. И это уже начинает прилетать, я думаю, что это будет усиливаться в ближайшее время, да. И все равно тот вектор, который выбран был в самом начале, он будет пересматриваться, и до конца года он пересмотрится более в правильном направлении. Вот. А насколько, конечно, мы будем внедрять систему обращения с отходами именно сортировку, но это тоже все зависит от нашего министерства, чем они быстрее в этом будут работать. Ну и от тех инвесторов, которые будут заходить на наш рынок. А сейчас, если у нас просто-напросто рынок для инвесторов закрыт и просто не запускает никого на этот рынок, да. Вот кто бы сейчас не приехал в это здание правительства серое, да, и не попросил бы здесь проинвестировать, ну, с инвестицией в этом направлении с ними. Я думаю, что успешно повстречаются, успешно поговорят, руки пожмут, но в итоге мы останемся, ну, все остается на том же месте, на котором есть. А почему? А почему? А кому это надо на сегодняшний момент? Жителям. Жителям. Мне кажется, что конкуренция это всегда то, что выгодно конечному потребителю. Нет, ну, смотрите, вопрос же Светлана Зинько задавала по поводу письма, которое было предоставлено в правительство от инвестора, потенциального инвестора, да, нам, что ответ, какой вы получили? Ответ получила Светлана, что такие вещи не надо обсуждать в паблике, такие вещи надо обсуждать вот где-то за столом переговоров и прочее. Да, а дальше, нет, а дальше что? А дальше, вот давайте продолжим эту историю, да, по сути получается. Там был ответ банальный, что к этому времени уже рекоператор был выбран, да, а дальше никто с этими инвесторами не работал. Может, они еще что-то хотят построить? Да, конечно, можно же было с ними работать дальше, может быть, они готовы были не в рекоператора вкладывать, а в мусоросортировки, может быть, они в мусороперереработки в завод, еще каким-то образом. Но им дословно, как я, мне же опять известно, им было сказано, что извините, вы опоздали. До свидания. И до свидания, да. Идите с вашими миллионами куда-нибудь в другое место. Вот и весь ответ на поставленный вопрос, а кому это надо-то? Никому это пока на сегодняшний момент не надо. Жители как-то могут повлиять на ситуацию? Совсем абсолютно, включая мусор. Я не знаю, что это, судебные иски, все что угодно. Вот чтобы ускорить процесс прилетания по шапке из федерального центра. Надо наблюдать за процессом, который проходит в Кировском областном суде, да, когда граждане, там, с вами или не поняли, вышли в суд. Жители частных домов пригорода Кирова опротестовывать решение. Да, опротестовывать решение, именно то, что нарушает и конституционное право у них на данный момент. Вот здесь будет интересно, я думаю, потому что, да, там есть за что прикопаться. Там даже экспертиза 2005 года на сегодняшний момент, которая по накоплению мусора, да, вот. И вот за этим надо наблюдать. Вот это явная такая история, которая должна прийти с каким-то хорошим знаменателем, да. В общем, следим за тем, что скажет областной суд по этому поводу. Есть в интернете информация, в том числе на нашем сайте. Благодарю Константина Сечихина, члена общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Росавтодор, члена рабочей группы по контролю и с ремонтом и содержанием дорог. Всем спасибо.